В эфире новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Перебои со светом, водой, проливные дожди и неутешительные прогнозы синоптиков о том, как осадки могут застать врасплох махачкалинцев, смотрите в выпуске. Получить разрешение, соблюдать все требования и нормативы или рискнуть построить и оказаться на скамье подсудимых. Дагестан с рабочим визитом посетил заместитель министра строительства России. Простой и удобный поиск работы. Ярмарка вакансий для жен военнослужащих Каспийской флотилии прошла в Махачкале. Тысячи жителей столицы в воде и без света. С рядом проблем. Столкнулись махачкалинцы из-за затяжных дождей. О том, кого погода застала врасплох, смотрите в следующем сюжете. Это видеокадры от МЧС. На них видно, заблокированную женщину из потопленного дома приходится вызволять спасателям. И это не единичный случай. Проливные дожди закрыли входы и выходы тысячам горожан. Так в поселке Турали вышла из берегов река Талгинка. Вода стремительно понеслась по жилым кварталам. Теперь там ни пройти, ни проехать. Улица Надежда. Все, Талгинка вышла из берегов. И вот так вот течет на дорогу. А вот жильцам дома на Камаево 11 не повезло вдвойне. Дождь принес в их дома не речные стоки, а канализационные. Мало того, что из дома не выйти, так еще теперь повсюду вонь делятся жильцы. Канализация, это все с этого района, говорят, вот это новый город. Оттуда вся вода сюда течет. Запах, окна невозможно открывать, воняет. В летнее время вообще невозможно, не то что на первых этажах, да выше уже окна открывать. Запах вонь невыносимый. Потому что все канализационные отходы, все фекалии, все идет туда. И ничего не делается. Практически подвалы можно осушить. Технические работы, вот эти неполадки нам можно устранить. Жители Махачкалы из-за непогоды остались местами и без электричества. Большей части города электроснабжение было восстановлено. Однако в некоторых пригородных поселках проблема все еще актуальна. Например, в Семендере в микрорайоне опытное хозяйство, люди уже четвертые сутки без света. Проживает здесь более пяти тысяч семей. Дети в школу не идут, холодно очень. Маленькие дети дома мерзнут. Вот так и живем. А главное, и никому дел нету за это. Смотри, у меня было полное вот это мясо. Я в город отнесла ее. И размороженная, она кровь оттечет. Вот такое мясо я отнесла, чужих местах поставила. Уже второй раз. Как жить, что делать, не знаю. Обратно в Мурманск уехать, что ли? Даже так думаю. Очень трудно, очень тяжело. Дороги плохие. Свет такой, газ такой. А там порядок. Бывает, старикам даже помощь там дают. Ну а прогнозы синоптиков пока жители Махачкалы не радуют. В этом году сообщают в гидрометцентре, осень и зима будут холодными и с большими осадками. Только за эти четыре дня в столице региона пролилась месячная норма дождей. 15 числа она будет продолжаться до 22-го включительно. И чуть-чуть, может быть, в ночь 23 тоже перехватит. А потом начнется перерыв где-то до 27-го, 28-го. Опять 29-30, опять начнутся осенние дожди. С выходом уже на сентябрь, на декабрь. В декабре они будут чуть сильнее. По тематам Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Заместитель министра строительства России Дмитрий Волков прилетел с рабочим визитом в Дербент. Визит состоялся в рамках работы по вопросу самовольного строительства на территории Дагестана. Волков осмотрел два многоквартирных дома. По информации, застройщик одного из них отбывает наказание по решению суда. А застройщик второго дома находится под следствием. Зам. Минстроя зашел в одну из квартир, увидел, в каких условиях здесь проживают люди. По итогам визита будут подготовлены заключения о возможности дальнейшей эксплуатации построек. Более 270 миллионов рублей выделено Дагестану на пособие для безработных граждан. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. На соцвыплаты в бюджете на текущий год предусмотрено свыше 165 миллиардов рублей. Дополнительно к ним выделят еще более 35 миллиардов. Они будут направлены на поддержку безработных во всех регионах. Напомним, что в республике официальная численность безработных составляет 46 тысяч человек. Ярмарка в Акасии для жен военнослужащих Каспийской флотилии прошла в Махачкале. В мероприятии приняли участие представители Министерства образования Республики Каспийской мэрии, а также около 30 работодателей Махачкалы и Каспийска. Женщинам предложили вакансии как в госучреждениях, так и на коммерческих предприятиях. Соискатели смогли пройти собеседование прямо на ярмарке. Подробности в следующем сюжете. Участие в ярмарке позволило гражданам напрямую пообщаться с работодателями. Выгодно предложить свои умения и навыки. В мероприятии областили около 50 членов семей военнослужащих. Из-за регулярных переездов их родным зачастую сложно найти работу на новом месте. Именно для помощи в таких случаях было организовано это мероприятие. Мы проводим уже вторую ярмарку вакансии, признанную для помочь данной категории женам военнослужащих и работодателям найти друг друга, посмотреть какие есть у нас вакантные места. Мы хотим по итогам работы уже некоторое количество уже трудоустроить. То есть у нас есть работодатели, у которых есть вакантные места. Супруг Анны Анохина перевелся в Дагестан еще два года назад. Там у женщины была работа, которую пришлось оставить. Детей в республике уже определила в школу. Теперь надо найти занятия и для себя, говорит Анна. Конечно, хотелось бы больше таких удаленных должностей, потому что очень много мам в декрете, которые хотят работать, которые, допустим, дети младше трех лет, но нет возможности отдать детский сад или в ясли, что здесь проблематично в Дагестане, что удивительно. И хотелось бы, чтобы более гибкие были работодатели, больше предложений, чтобы в этом плане было. По образованию я экономист, но всегда хотелось бы двигаться куда-то больше. У многих женщин, пришедших на ярмарку, маленькие дети, поэтому условия труда и выбор профессии самые разнообразные. Так соискатели смогут вернуться к своей профессии или уже освоить новую. По факту мы сегодня собрали около 20 резюме, которые в течение, наверное, недели-двух мы сможем помочь с трудоустройством, потому что в нашем центре 100% трудоустройство. Если вы специалисты знаете свое дело, мы поможем вам с трудоустройством. Трудоустройства у нас бесплатные, независимо от того, это жены военнослужащих или нет. Отметим, что это уже вторая ярмарка вакансий для семей военнослужащих. Каспийские флотилии проводить их планируют регулярно. Ведь, как показал опыт первой, и работодатели, и соискатели имеют к ним интерес. В России решили изменить систему выплат пенсионных накоплений. Речь о том, чтобы оставить регулярные выплаты, если на накопительном счету пенсионеры имеются существенные накопления, а небольшие суммы выплачивать единоразово. Сейчас накопительная пенсия выплачивается россиянам, у которых на счете достаточно денег, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5% от общего размера пенсионных выплат. Если объем накоплений меньше указанного уровня, то их перечисляют одной выплатой. Этот порядок Минтруд предлагает изменить, чтобы осуществлять единовременные выплаты в тех случаях, если они не превышают 20% от МРОД. Историческое событие прошло в селе Казикумух Лакского района. Впервые за последние 100 лет в населенном пункте открылось Медресе. Учебное заведение носит имя великого праведника шейха Джамудина Казикумухского. На открытии пересобравшимися выступили представители Муфтията. Они говорили о важности изучения религиозных наук, а также о той пользе, которую приносит обществу подобные учебные заведения, основная цель которых – облагораживание нравов населения. В новом Медресе созданы все необходимые условия для желающих достичь познания в религии, отметили представители духовенства. В Духовном центре имени пророка Иссы состоялось духовно-просветительское мероприятие выходцев из Лакских районов. В ней приняли участие сотни людей, представители власти, муфтията и общественники. Подробнее расскажет Хамзанур Магомедов. Чтение строк священного Корана дало старт духовно-просветительскому мероприятию. В этот день на территории строящейся мечети в Духовном центре собрались представители Лакского народа. Столь масштабное мероприятие в подобном формате прошло здесь впервые. Красочные события украсили нашиды в честь пророка Мухаммада. Мир ему и благословения. В то время как участники исполняли нашиды и обращались к соотечественникам на родном языке, волонтеры дарили женщинам красные розы. На торжество съехались лакцы из разных уголков Дагестана и всей России. Кто-то и вовсе впервые побывал в стране гор. Мы приехали издалека с Екатеринбурга. Нас пригласили, вот смотрим, интересно очень. Первый раз на таком мероприятии. Первый раз в Дагестане. Как вам организация мероприятия? Очень понравилось. Очень понравилось. Святые подарки, книги, еда, вообще здорово. Ну вот такие вот мероприятия, они как бы… А пока я хотел бы предоставить слово председателю. Людей смягчает им сердца их, расширяет их сознание и приближает им к истине, той, которую мы стремимся всегда. Мероприятие действительно было уютным. Всем желающим прохладный осенний день подготовили горячий кофе, чай со сладостями, а позже и обед. Неожиданным сюрпризом стала познавательная викторина с ценными подарками и розыгрышем путевки в Малый Хадж. Мухаммад Майранов объявит номер. Номер 81. Сейчас сами поедете? Наверное. Как отметили представители Муфтеатра республики, они организовывают подобные мероприятия, чтобы объединить и сплотить народы Дагестана. Сегодня у нас для лакцов знаменательный день, когда мы все вместе собрались, наши братья и сестры. Огромное количество людей пришло, альхамдулиллях, мы очень рады. Мы будем стараться и хотим сделать традиционными такие мероприятия каждый год, ежегодно, чтобы мы собирались, видели, радовались друг другу. Хамза Нурмагомедов, Халид Ахмаев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Хабиб Нурмагомедов запустит своего оператора мобильной связи. Чемпион UFC стал совладельцем и лицом нового виртуального мобильного оператора. Издание «Коммерсант» сообщает, что уже начат процесс регистрации товарного знака. Проект будет запущен в Москве на сетях Теле2. Пилотный старт намечен на декабрь. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин